В Нарьинмаре обсудили вопросы по организации работы служб психолого-педагогического сопровождения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Одним из выступлений семинара-брифинга, который был организован Ненинским региональным центром развития образования, стал доклад уполномоченного по правам ребенка в Ненинском округе Галины Гуляевой. Она обратила внимание на проблемы, возникающие при выявлении случаев жестокого обращения с детьми. Статистика преступлений против детей в Ненинском округе неутешительная. По информации следственного управления, за 2019 год в Ненинском округе признаны потерпевшими 15 несовершеннолетних. Детский омбудсмен Галина Гуляева уверена, ситуацию необходимо менять. И начинать нужно с выявления причин жестокого обращения и непосредственно фактов насилия. У нас ведь жестокое обращение, но не только физическое насилие, есть психическое насилие над личностью, над личностью ребенка. Эти случаи вообще настолько латентные, они трудновыявляемые. И я вот перед специалистами, когда выступала, я так вот припоминаю, что за все годы моей практики, работы в этой отрасли, Собственно, я даже не припомню, чтобы было отдельное основание, например, для лишения родительских прав по случаю нанесения ущерба здоровья, например, из-за того, что у ребенка там гнобят родители каждый день. Вторая проблема, на которую необходимо обратить внимание, это квалификация правонарушений. Где было жестокое обращение, а где нет. В связи с этим надо всегда, как я говорю, специалистам и к родителям обращаясь, вообще к общественности обращаясь. Тут лучше переусердствовать. То есть вот если ребенок плачет за стеной, то вы прислушайтесь, что это за плач. Если этот плач надрывный, тяжелый, бесконечный, то, вы знаете, лучше здесь позвоните или поинтересуйтесь, что происходит. Еще одна проблема – лояльность законодательства к тем правонарушениям, которые совершаются в отношении несовершеннолетних. Речь, в частности, идет о лишении родительских прав. Некоторые матери и отцы не воспринимают данную меру как наказание, а назначенные алименты попросту не выплачивают. Я знаю, что есть дискуссии в профессиональных сообществах, которые занимаются этой проблематикой, о том, что перевести, например, меру ответственности лишения родительских прав в разряд из гражданской правовой ответственности в уголовную. То есть эти дискуссии ведутся, чтобы как-то ужесточить эти наказания. Но пока мы имеем то, что имеем. Выявление случаев как физического, так и психического насилия детей – работа всего общества. Главное – не оставаться равнодушными.